привет друзья с вами вами я продолжаю проходить дартист данжен и в прошлый раз я остановился на том что я получил этот тут баф ну баф дебаф бонус городское событие при котором эти две хрени дешевле эта хрень не работает у меня у кого-то помимо было много стресса так что хотя это не так уж и много стресса так что не знаю даже стоит ли что-то снимать кого-то наверное все-таки нет столько стресса я могу снять и в бою шутом 1 также в прошлый раз я не посмотрел кого мне предлагают никого абсолютно и я не посмотрел куда я могу пойти как же давайте с этим разбираться ну в кого я явно не могу пойти потому что здесь единственное что предлагают это данж 5 уровня увы здесь бонусы на первом раунде штрафы после первого раунда так себя здесь хрень здесь хрень здесь пень здесь хрень здесь тоже хрень хотя это еще все резисты ситуационно но хрень здесь хрень здесь хрень и здесь не хрень но это у меня уже есть то есть куда идти это смотреть по деньгам и по всяким duyстах и прочего что мне из этого кстати нужен я могу что-то проапгрейд диппортрет и нет я не могу что-то про аг nelle портреты потому что мне хватает гербов я почти могу что-то про магнит портреты и я могу например обменять гирбы на неба билд donner бы и тогда я смогу что-то про апрель now от сегодня стоит это сделать сколько мне там еще десяток нужно было вези этого еще вот так правильно готова мастере 5 есть осталось только одно проапгрейдить ну нет две вещи вот это чтобы оружие качать до пятого уровня и потом вот это чтобы мне приходили персонажи более высокого уровня не помню там 3 или 4 будут приходить тогда что неплохо это два апгрейда которые важны на оба нужны портреты по моему не уверен что сюда нужно и на оба нужны гербы естественно точнее не портреты а бумажки естественно портрет сюда нужны портреты все еще нужны чтобы проапгрейд скидки здесь и потом бумажки нужны будет чтобы проапгрейдить скидки здесь но в любом случае мне нужны бумажки и гербы в основном окей допустим где мне их предлагают тут куча гербов и длинный данж от него хорошо прокачается локация и мне ее надо прокачать потому что там боссы еще не убитые есть здесь в принципе тоже вариант пушка следующего уровня может быть стоит что я хочу брать на пушку я хочу брать что-то 3 или по крайней мере четвертую пати такую которая прокачается полностью то есть что-нибудь типа такого и кого-нибудь туда четвертым его может быть или кто у меня еще есть хороший в принципе если эти трое прокачаю хотя нет если эти трое прокачаются у меня четвертым придется мне брать крестоносца что не идеально не уверен в общем обминающен был бы там хорош в принципе то есть можно вот так попробовать может быть кстати может быть такая пати должна без проблем пушку убивать хотя что у пушки с бледами можно ли и по моему и нельзя не бледить не было эти ничего делать только прямой урон и дебаф резист у нее тоже высокий в любом случае это более хороший вариант пати чем что-либо еще наверное только я все-таки возьму и анлокнул эту хрень хотя первого уровня и прокачаю эту хрень плита вот не нужен никогда что у нее прокачки меткость пофиг у меня есть ауешки какие-то у меня есть ауешки по задним рядам у меня есть ауешки по передним рядам и у меня есть станы у меня есть урон есть еще останы снятие стресса лечение всего вроде бы хватает вроде бы ничего особенно не нужно минус стресс если факел плюс урон глобальный или по людям но наверное глобальный все-таки окей на обминейшена две его фигни станы и более хорошая трансформация нормально скорость 8 скорость 5 на шута бубен и книжка и на оккультиста глава на лечение и что аудричи там нет хотя не по пути там будут аудричи так что наверное так наверное так сан рынке никому не взял наверно тогда его лучше вместо просто головы на дамаг дамага конечно меньше но меткость и все в принципе и меньше штраф до сойдет то есть она дамажит он тоже дамажит и станет они оба в принципе дамажит и станет на босс-файте обминейшен трансформируется и дамажит лучше шут хилит стресс и немножко дамажит оккультист хилит не стресс и тоже немножко дамажит плюс урон вилде у него есть разведка у кого-нибудь есть тут конечно все отвалится что-нибудь важное я уверен немножко разведки есть даже стоп два разных бонуса то есть это плюс 30 это плюс еще 10 неплохо неплохо а что по отдыху тут все правильно в принципе тут все пофиг в принципе у него ничего хорошего и так практически нет тут по барабану тут есть главное убирание засады можно еще кого-нибудь 1 забавить на урон ценой стресса самому оккультисту может быть имеет смысл так активность оккультист вот эта хрень правильно да и стоит ему взять это все 15 гербов надо было сделать это давно ему взять это ну и сидит у троих я думаю мне хватит этого скилла у всех четырех он не обязательно так тут все правильно тут все правильно тут все тоже правильно и тут мне не нужно это хотя в принципе это мне тоже не нужно так что лучше так по навыкам все прокачано все прок хотя стоп все ли прокачано оккультист нет все не прокачано шанс блин повышает я пожалуй не буду блин улучшать тут растет меткость тут тоже растет только меткость они тут метка секрет окей это я не буду использовать скорее всего это я тоже не буду использовать скорее всего так что тут вообще пофиг все здесь есть ли вообще смысл что-то качать блойты там не помогут рейк наверное стоит качать потому что у него баф урона растет стан определенно стоит качать и хилос нет и стресс тоже определенно стоит качать остальное пофиг у шута все прокачано что нужно допустим это тоже можно у оккультиста я уже смотрел у гелион что все прокачано окей оружие броня тут все тут теперь все тут все и тут теперь все рип деньги но хрен с ним поехали побольше еды на всякий случай оккультист ненадежный хиллер так что больше еды хорошо средне факелов немножко лопат немножко всего остального оккультист реально ненадежный хиллер так что немножко больше антиблида пар ключей пара святой воды поехали вроде ничего не забыл the wild whispers of heresy roused the rabble to violent action such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed to reassert my rule i thought out on scrupulous men skilled in the application of force tight-lipped and terrifying пушка более высокого уровня поехали у меня есть хорошее количество станов у меня есть хорошее количество урона есть ловушки которые хорошо обезвреживаются ну и очевидно босс либо там 1 2 3 4 до в этих двух обоих может быть наверное ну надеюсь где-нибудь поблизости там разведка прокнет окей следующая комната лопата немножко факелов и первый бой гигант по-моему я очень не встречал в этом прохождении но гигант он дамаговый и довольно живучий что немножко неприятно может быть мне стоило взять оккультисту анти что там у него антидамаговый дебаф может быть мне 150 процентов шанс стану у него 70 процентов резис то есть 80 процентов шанс заставить гига заставить гиганта застанье гиганта может быть и заставить тоже думаю стоит попробовать проблема в том что у меня они мне есть чем ее добивать а те отлично да она умрет от бреда все хорошо это дебаф на додж так что он не очень прокатывает но допустим у него немножко доджи на удивление есть и очень низкая скорость и метка которая мне не помогает 110 то есть не 40 процентов шанс станок ну альтернатива это превращаться что в принципе даст мне хорошие баф урона а стресс я потом могу отхилить в следующем бою когда-нибудь поехали рейк нет особого смысла использовать он полезен даже против одиночных противников но рейдж всегда будет больше урона наносить даже если рейк разгонять он полностью разгоняется до почти такого же урона что и рейдж по моему так что лучше просто буду использовать таки плюс там по моему крит больше не уверен одиночный блин мне довольно низкий резист блинду так что все хорошо снова метка которая не помогает но больше мне ничего делать а пультистом теле пока что никого он умеет еще и так но он промахнулся так что мы никогда не узнаем что это делает еще немножко стресса сколько здесь плюс 6 крит здесь плюс 4 креда больше крит ног надо ли его бить да наверное да вернем 8 блин а теперь он мертв отлично немножко портретов которые не супер нужны уже но что поделать оставите мне это открывать наверное наверное даже противоделям стоит ли в том плане буду ли я возвращаться сюда чтобы потом открыть на обратном пути без света скорее всего нет скорее всего меня лень будет возвращаться сюда так что просто пойду вперед окей голод лут неплохой лут еще одна битва гуй тоже неприятно но более приятно чем чем гигант хотя может быть и не потому что гуль стресса намного больше навешивает гигант больше урона навешивает по моему так это довольно высокой вероятностью убьет эту личинку это нет довольно низкой вероятность если максимум урона прокнет так что наверное лучше будет просто фокусить гуля игнор из личинок потому что они не очень опасны хотя они стан навешивают по моему до станы стресс и гуль тоже навешивает стресс но без стана могут ли личинки с первых позиций что-нибудь делать если вы поддвинут себя что будет по крайней мере его будет проще убить до личинки могут сзади что-то делать то же самое собственно и то же самое это видимо промахиваться хотя бы стан не накинула и стресса немало накладывают окей на нем четыре блида я думаю теперь я ударю ауешкой резист нехорошо хилить никого смысла нет артиллерию по ним я не хочу использовать так что я просто кину метку чтобы у него протекшн урезала не протекшн а дочь естественно протекшн оккультист не может резать только собаковод и арбалетчица по моему кто-то нет собаковод и баунтихантер вроде бы так он почти умирает от блида но естественно нужно его стукнуть потому что иначе он еще одно действие получится окей ты снимай с себя стресс эти двое уже не могут быть особенно серьезным чем-то для меня и снимай с него стресс отлично фаншот стресса мало портретов много но они не нужны ок поехали дальше пока что все идеально идет и разведка везде прокает где надо но естественно где совсем надо она не прокнет я уверен но это вообще халява минус паук метка зачем-то не знаю еще и дебаф не прокнул так что вообще не знаю зачем допустим стану естественно не прокнул но это не важно пофиг отхилию потом следующем бою или что они типа того пока я помню оккультист убери нет убери это возьми это она полезнее да все остальное он не может использовать ок сюда нужны противоядия по моему пока что проигнорирую у меня их всего два они могут для чего-то более важного понадобится и тут ничего ок можно снять себя что-нибудь задние ряды более опасная цель особенно самые задние пультистка у меня есть артиллерия у меня есть iron swan это хрень конечно выживет но она не так опасно то есть лучше застанье гиганта все-таки теперь можно у ешь на ударить можно еще раз его застанет или все-таки превратится опять наверно превратится до 21 урона нормально наверное урезать его урон немножко а нет не прокну только у нее сто пятьдесят пять шанс без бафов то есть такой же как у обмене еще на по сути но по двум целям но тут нет двух целей ну ладно просто просто удар 19 хорошо один удар его придется затанковать ядовитые споры ок это не удар это споры все это что-то не то делаешь весь бревно она эффективнее чем какие-то ядовитые споры которые не прокают с другой стороны возможно если его понижаю дома кто нет я отхилю шута и еще немножко его ударю еще 17 хороший урон и еще 32 совсем хороший урон ок еще 12 этого факела надо застакать и это больше чем 1000 золота точно но по-моему меньше чем 1750 и отдыхать я здесь пока что не хочу и это шанс блайта резист к блайту минус резист к лиду звучит так себе я могу конечно книжку выкинуть но не хочу так что я оставлю это здесь у кого у меня есть что то что я хотел бы снять лаустрофобия минус скорость принципе пофиг можно с него снять потому что фобия в кроте это не очень хорошо можно с него снять клаустрофобия то он просто получает стресс в коридорах в боях коридорных по моему больше или что-то типа того минус скорость когда мало хп уж это в принципе часто мало хп потому что у него в принципе мало хп наверное им стоит потрогать нормально клаустрофобия с него разведка недостаточно далеко прокнула еще хотим ну как раз я его могу зажечь то есть один могу за какой-нибудь зажечь подобрать его и тут не прокнула разведка ну босс либо там либо там так наверное отдыхаю здесь еду вниз сначала мне кажется внизу немножко больше вероятность эти волосы хил на 0 убрать засаду плюс урон в первой позиции а вот что дальше это вопрос плюс урон ему или плюс урон таким стоп я могу это и другой сделать ха ок стресс у него конечно много будет но пофиг хотя это на оккультиста стресс навесить так что вообще пофиг будет топ-дамагером 45 урона готово 4 боя то все тебе можно скормить травы хотя наверное можно было дождаться то есть можно было не тратить травы сейчас а если ее куда-нибудь передвинет с первого места тогда есть кормить травы это может быть было бы правильнее потому что я может быть экономил травы но мне они также нужны ну привет на обратном пути подруга так ну что он босс конечно же босс окей наверное я хочу застанет первым делом этого парня или почти ваншотнуть его тоже вариант и задамажить да у пушки резисты когда не задамажить кого снимай стресс потому что мне многовато стресса для этого боя все равно ничего полезного делать не может окей отлично дочь помогает минус урон на пушку нет особо смысл к вставать наверное да у нее дебаф резиста 220 процентов ничего на нее не стоит кастовать тогда просто подтянуть самой заднего и посмотреть что будет и убить его на что он более опасен чем 2 труп будет мешать или нет потому что уж призовет кого-нибудь вместо трупа нет странно что он вообще делает не уверен он ходит последним всегда так что я еще успею его убить оккультистом скорее всего удар по пушке нанесет один-два урона но в принципе любой персонаж по ней будет наносить один-два урон наверное это так 23 она покажется него стресс оккультиста и добью этого парня и теперь можно наверное превратиться я уешать 45 урона плюс 17 урона рейк еще плюс 22 урона стоит ли его добить наверное да потому что он иначе сходит и ударит меня а так я в безопасности окей а удержка отлично прокатит рейк этого парня тоже стоит убить норм но правда этого не убьет а это его убьет до готова и можно еще разок стукнуть пушку на 5 крепление далековато он но у меня есть рейдж надо ли я бы скорее всего и так смогу убить так что рейк артиллерии по нему и шутом еще и выступнуть а удержкой хотя если шут промахни у отца буду надеяться что шут не промахнется и ударю пушку чёрт ну рип команда совсем рип команда а у оккультистный десдора здесь он отхилит тебя а не самоубьется да да подкрепление еще главное чтобы оккультист ходил раньше чем эти подкрепления 5 хп как минимум это добьет этого парня так что стоит рип аккультист нет не рип аккультист он выжил от хильца нормально даже если блин по крайней мере он не умрет очень вот если бы в прошлый раз попала как все было бы хорошо но этого парня это должно добить да блин окей попробуем теперь немножко более более хорошо это пройти рейдж отлично парень сам умирает теперь у меня есть халявный ход на то чтобы отхилиться или что-нибудь еще сделать стресса больше всего оккультиста кп меньше всего у обменейшна отлично сюда немножко урона рейдж маншоты можно его застанет потому что убийство не гарантированно просто атакой стан гарантированно он будет бить передние ряды так что так чтобы их на диздор не закидывал так слэм работает только по первым дом так что нет я думаю может быть ударить его шутом тогда я смогу слэм использовать обмене еще на следующем раунде но нет он своему не сможет ударить третью позицию а поджигатель всегда в третьей позиции нормально окей неприятная комбо но рейдж и сингл таргет по стрелку слабовато и оккультист отхиль себя опять на 4 хватит себя так слабо хилить хиль себя сильнее ау хотя бы крип потому у кого больше это и отлично додж у него четыре урона за раунд не могу их обоих убить это печально ладно да да подкрепление все такое опять то же самое естественно оккультист первым ходит 8 8 9 25 вообще себя но не но хотя бы я стабильно убиваю того чувака и ходит по сути только один из них если еще что мог что-то сделать полезно вообще хорошо то что пока что он только не дает мне набрать максимум стресса это все что он делает в этом бою опять то почему я очень хочу использовать рейк чтобы добить этого парня и задамажить пушку но тогда я не факт что смогу добить юзмана наверное стоит пока что придерживаться своей текущей тактики пока я не отхилюсь до чего-нибудь вменяем его оккультистом или пока у меня не уедет окончательно на дозор обвинейшин и не умрет от этого сейчас будет ход стрелка как мне везет в этом бою отхили его так отлично доставать окей почему же так мало урона 58 всего лишь странно хотя бы все хорошо доджитс от этого 5 хп до 16 нормальный отхил ну уже в принципе жить можно фьюзмана добить и рейк почему-то а минимальная скорость точнее такая низкая скорость у него потому что дозор скорость режет это хорошо на самом деле потому что он теперь не первым ходит в каждом раунде окей потому что если он не первым ходит я могу кем-нибудь еще убить фьюзмана это намного полезнее получается девять четырнадцать семь себя ну хватит себя то почему он себя так слабо хилит всех хилит там по 20 себя по 3 всегда а нет все таки нужно фьюзмана убить отличный додж и добивание вообще шикарно я могу его застанет но это не сильно мне поможет то есть застанете любить нет особой разницы так что лучше убить снять стресс абоминаи шина потому что у него многовато отхилить наверное гиллион шоу и рейджем стукнуть пушку на 7 нормально нормально он себя еще так отхилил везет я могу его этим убить 916 то есть да с довольно хорошим шансом ну прокнет минимум конечно же ну хотя бы теперь он себя нормально отхилил ну ладно гиллион шея его ударю неважно в принципе теперь двое уже немножко хуже с другой стороны я могу на 8 его ударить и это его убьет это его убьет на его ходу отлично абоминаи шина надо спасать ну или с другой стороны можно ткнуть рейком все спас хорошо спас всегда бы так он точно умрет 4 да он точно умрет и этот парень уже ходил на этом раунде на следующем пушка вполне может призвать еще одного хотя на него по моему меньше шанс добить его или ударить пушку пушку я не убью на этом ходу его я гарантированно добиваю так что лучше его добить то что может потом пушка призовет мне только одного парня или только стрелка или еще что-нибудь ну или то же самое окей 7 чувак почему ты такой слабый или то у меня все остальные просто сильные они он слабый отлично крит по пушке он не умирает так что нужно его ткнуть еще я мог бы это сделать оккультистом но хотя в принципе да мне надо было это сделать оккультистом потому что хилить никого особо не надо у всех много хп ну ладно урон урежу и потом я могу его добить оккультистом на следующем раунде если я не я его добью рейком так что это не понадобится ну если я промахну и с рейком я могу его добить оккультистом наверное так пушка почему-то еще жива 7 естественно какой же он косой с этим с этим своим скиллом норм и добивающий в пушку добивающий в пушку вау какой крит думаю стоит снять стресс и превратить его уже обратно в человека на его на его ходу о нет и урона все перестань отлично пушка побеждена если бы я в начале не игнорил поджигателя не надеялся на то что его что по нему шут попадет то все было бы намного намного проще и с меньшим риском но я наркоман я хочу посмотреть что еще в этом данж есть там есть пара пара вещей которые можно вскрыть например это хотя она ничего ценного не даст до 8 еды ура ну жрите ок после босса почему бы и нет по-моему у меня не было разведки там между этими комнатами вот только что в 7 и сожрал еду как так вообще почему он так может прогнуть это противоядие рубины неплохо мне нужна еще одна лопата так что ее выкидывать не получится ладно ладно посмотрим что здесь мне нужно даже две лопаты ок надо было выключить свет перед тем как лутать что-либо наверное но кофе портреты ценнее чем еда в данный момент наверное и там был еще какой-то сундук по-моему или что-то такое правильно типа дерево которое противоядие открывается да правильно и все дальше лут был только совсем на старте и туда мне возвращаться не хочется так что я сваливаю ура квест пройден пушка убита потерь нет потерь нет в основном потому что пару раз повезло с рандомом пятые левелы у всех есть пати 5 левела есть полторы пати 5 левела это пофиг абсолютно это пофиг абсолютно это тоже в принципе пофиг минус меткость когда много стресса я стараюсь держать стресс довольно низким во первых во вторых это оккультист он должен хилить в основном ну хотя нет оккультист намного более дамагер чем весталка так что он не должен хилить в основном но по крайней мере он самая важная его функция это лечение и для нее меткость вообще по барабану так что все нормально окей что шуты которые не ходили никуда в бой получили плюс один уровень что окей безумные 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 ивенты ладно тут все еще никого кого я хотел бы взять у меня 6 6 пятых окей то есть в принципе у меня есть пати чтобы сходить на 5 левел в теории но я не уверен что я хочу сейчас идти на 5 левел я бы больше хотел прокачать еще пару персонажей до 5 но надо посмотреть что мне предлагают сначала ооо вот это я хочу стан амулет шикарно для стайнеров плюс стан плюс стан резист минус дочь на минус дочь вообще срать это дочь это самый бесполезный из из статов и это короткий короткий данж окей я конечно посмотрю что еще мне предлагают но иду я скорее всего туда да действительно и это свинарник так что мне нужны блиды и мне нужны кто 3 и 4 левел мне нужны наверное собаковод не помешает наверное бандит не помешает наверное весталка не помешает хотя это последняя моя весталка 4 уровня ахтение есть еще 3 не эту весталку я оставлю потому что если я пойду куда-нибудь где сложно на какого-нибудь сложного босса там например то лучше взять 4 весталку чем 3 так что лучше я просто 3 докачаю до 4 тоже 2 2 3 докачаю до 4 да безумие но 5 весталку у меня в любом случае уже есть так что я возьму эту весталку если у нее нет ничего плохого в статах у нее нет ничего плохого в статах и кого я возьму в первый слот деда наверное да или гелионша но гелионша у меня 5 опять же уже есть наверное лучше деда окей ринки ты вынуть все вставить цветок вставить голову сортировать еще нужно собаководу вставить что бонус по животным наверное будет полу дамагером и разведку гопнику вставить не знаю даже что меткости крит звучит как план и сан ринг какой-нибудь и деду вставить скорость даже наверное такую скорость и что еще щит на станы минус урон но хрен с ним у меня есть два дамагера и так окей по скиллам все правильно все правильно в принципе вот так вот тогда чтобы он адвансился в начале боя тут все правильно по уровням вроде все правильно у всех тут все есть тут все нужное есть тут все есть вид прокачать все-таки это и более важно ее оружие тут нифига нет наверное метко полезно видимо так и видимо так по скиллам и оружие сойдет у остальных все прокачано кроме споковода совсем деньги но деньги не проблема набрать тут мне всего не хватает все еще ну ок поехали все есть станы есть обилки есть вперед vision а это короткий данж что вообще делаю пусть будут четыре лопаты один стакк факелов и там по два всего даже один ключ и одна святая вода и по два всего остального вроде должно хватить всего поехали окей там есть бой так что придется вернуться туда ну поехали первый бой сразу гуль почему бы и нет но у меня есть станы есть такие станы что ни у кого больше в игре такие ну не наверное у кого-нибудь в игре есть такие станы тоже ну ок начнем с этого на сколько у меня стан 130 плюс 40 170 вполне хороший стан и он еще и наносит немножко урона и он еще и бьет этого свина но я не буду сейчас стан применять я вместо этого просто хотя нет я буду стан применять потому что просто удар его не гарантированно убивает окей эм снятие протекшна и весталкой немножко выстрелить все еще не убило но я не знаю смогу что нибудь сделать белого какую-нибудь кинуть наверное надо было гуля застанет вместо свина потому что гуль больше стресса навешивает я что-то протупил ну ладно неважно трекинг шот забавцы добить свина хороший план и теперь тебе стан всем станы и собак тоже тебя и джаджмент тоже тебя просто потому что я могу и еще и так можно и воткнуть правильно так 11-20 так 9-16 да явно хотят крит 29 процентов у этого всего лишь 23 наверное лучше так все же ну готово минус гуль немножко стресс конечно наложила но пофиг я не помню что с этой фигней делать так что надо быстренько залезь на вики посмотреть травами на прибавку урона окей дамагер есть свина тавр всякие мелкие свиньи ну застанете эту хрень и передвинуть окей минус дочь пофиг за адвансить эту хрень снять протекшн с этой хрень снять протекшн с этой хренью ха доставка уворачивается добить эту окей не добить эту хрень неважно быстро и они конечно 21 процент шанс но так я могу его и без крита убить лучше лучше убить без крита чем чем не убить скритом наверное мелкого свина я добью виста ухи или дедом так что кинуть собаку потому что пока он под метки пока он под минус протекшном пока у меня бонус по всему этому хилить некого потому что у всех полная хп почти полная двух не хватает репост тебя на 18 встану тебя на стою 70 процентов или сколько там вау зарядить но он да у него 95 процентов так что не удивительно и смерть тебя блида или от этого тоже отлично и теперь просто пойти назад передвинуть всех на стартовые позиции собаковод лучше всех вскрывает ловушки вроде бы 110 да по моему он в игре лучше всех вскрывает ловушки может быть грейп роберш также или лучше не помню точно мммм какой червь ням но сначала стан свину потому что червь он не особенно много стресса навешивает свин в этом плане хуже еще не умирает нормально дуэлис адванс этого я могу висталкой попытаться добить или он от блида умрет или он еще от чего нить умрет он от блида почти умрет в принципе даже если его не буду трогать пусть ему нужно единичку урона добавить чтобы он умер от блида до своего следующего действия я могу это сделать так ну тоже вариант это конечно на 10 единичек больше чем надо было но все же 0 из адванс это лучший скил бандитов и так что с этим все окей передвинуть всех на стартовые обезвредить голод бывает книги не трогать никогда свет еще червь ну ладно дуэлис адванс станет никого особо смысла нет так что я белую кину чтобы замедлить их всех некоторых из них добить культистку потому что она единственная здесь опасно отхилить этого парня потому что его все таки слегка сдамажили казалось бы огромный червь должен быть опасен но он себя дамажит намного больнее чем меня хотя минус урон хотя минус урон не важен видимо по моему криты просто игнорят минус урон я могу съесть трав но пофиг лучше я его критану и добью нафиг тоже вариант так это по-моему не стоит трогать вообще лучше не трогать по крайней мере такой пати она стресс навешивает или снимает негативные квирки дает позитивные квирки все такое но стресс навесить шанс тоже довольно большой шанс и я не очень хочу стресс это можно потрогать святой водой но на обратном пути я не очень хочу последнюю свою святую воду тратить просто так вдруг где-нибудь аутарь заспавнится которая снимает квирки или еще что такое еще один бой со свинотавром я думаю я даже печеньку съем но не помогло я надеюсь ее ваншотнуть под печенькой ой я забыл переставить местами персонажей это немножко печально с другой стороны дед уезжает вперед своей атакой своим станом так что все нормально просто по-моему на первом ну хотя нет даже на первом слойте бандит может что-то полезное делать окей висталка здесь видимо вообще не нужна все и так не умирают ну поехали еще раз вперед строк печенька у меня съедена видимо зря ну хотя на еще один раунд ее баф останется и стану ему например потому что у свинотавра антистан уже уже есть наверное просто избивать его станет нет особого смысла у него и так резист высокий он в принципе не настолько опасен чтобы его станет еще тринадцать двадцать четыре десять восемнадцать пометки с бонусом пометки поэтому дальнобойные скиллы у него не нужны его эти тринкеты всякие которые дают там баф дальнобойным скиллом нарежут милишные это трэш потому что у него есть викид слайс который дамаговее даже пометки чем скилл с бонусом пометки и у него есть дуэлис адванс которая вообще лучший его скилл ну ок рип чувак не того кританула конечно если бы кританула бандиты было бы вообще шикарно но так тоже зайдет чувак почему ты не умираешь придется стрелять вместо того чтобы дождаться пока он от блида кончится окей это все мне не нужно это все мне нужно что выкинуть что выкинуть хрень за 375 и в последней комнате будет последний бой в принципе логично а эта хрень не трогать никогда и не при каких обстоятельствах окей я зажег хватил потому что бой бы начался и понизил бы мой факел до того состояния где уже все плохо я не хочу я могу конечно печеньку сожрать и это даст мне шанс его ваншот но я не хочу тратить печеньку на это смесь дуэлис адванс которым я тоже смогу его добить ну метка и стан по тому кто не ходил еще и дамаг по тому кто был в стане наверное стресс снимать не нужно потому что у всех полный я могу сделать хотя нет я не могу сделать так да я хотел сказать я могу кинуть него defense но это не поможет потому что у него репост они у него репост 1 неважно это антикварки так можно было бы ладно тут придется выстрелить потому что выстрел достает куда надо дуэлис адванс тоже достает куда надо но это пришлось бы двигаться кровь кровь наверное так и наверное так сойдет разведка последний бой действительно в комнате ну и он последний действительно один остался книги не трогать поставить всех по местам ловушку обезвредить до сотни потому что я могу но это вообще халявный бой тем более я заставил врасплох так что моя команда ходит раньше это его не добьет это его добьет 50 на 50 пофиг добила чайник больше я в нигде не понадобится хотя и здесь по моему не очень ну и сил наверное потому что я могу не знаю он не нужен два червями не убьют скорее всего они скорее себя убьют ну что поделать окей бумажки мне нужны факел мне не нужны отлично сзади был лут который можно было святой водой подобрать где-то там так что я вернусь так что я вернусь и подберу а голод почему нет ну пара портретов не помешает лопаты вообще не понадобились ключи вообще не понадобились но это в основном ради секретки что тут было столб который не надо трогать правильно ну в принципе можно учитывая что у меня ноль стресса если у кого-то негативные кверки по сути нет так что я не буду его трогать а тут что было книги окей сваливаем ну конечно награда так себе кроме амулета но амулет полезен и 5 левел у сваковода тоже полезен заменилось что медитация пофиг даже хорошо хороший квирк вместо бесполезного минус дебаф резист э э зоофобия плохо надо вылечить women солдат и крапсис окей а так у неё зоофобию вылечить у кого-нибудь ещё что-нибудь нужно сделать разведка воренс бонус по людям стан резис крок тактишен Пофиг. Плюс меткость стоит, наверное, залочить. Да, из этой партии плюс меткость стоит залочить. Дорого. Я могу подешевле сделать? Нет. Собственно, я уже вообще никак не могу подешевле сделать, потому что у меня полностью она взята. Окей. Так, кого здесь мне предлагают? Никого такого, кого я хотел бы взять. Все нулевые, кроме одного оккультиста, который оккультист. Шикарно. Ничего хорошего. Ну, пятый левел. Доступно вплоть второго уровня. Ну, третьего уровня. Резисты всякие. Гиллианская хрень бесполезная. Опять же, для меня. Я не хожу в темноте. Если бы я ходил в темноте, она была бы полезная. Потому что плюс меткость, это шикарно. Минус дебаф и блед резисты, это более-менее пофиг. Да, вот эта вот хрень. Эта хрень бесполезна. Потому что она режет хорошие скиллы и бафает средние скиллы. Хайвеймен. Не до того уровня, которого были хорошие до того, как она их режет. Ок. Пистолет тоже так себе. Это вообще на лепера. Эта книжка у меня уже есть. И, возможно, не одна. Я не помню. По-моему, одна все-таки. Протекшн и доджи, это, конечно, хорошо, но пофиг. Ну да, все так себе, что предлагают. Так что, видимо, я в следующий раз пойду туда, где дают что-то полезное из бумажек из-за всяких. Но это в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.